Одесситы снова вышли на акцию протеста. На этот раз горожане выразили свое негодование по поводу повышения цен на пассажирские перевозки в маршрутных автобусах до 7 гривен и низкое качество этой услуги. При этом к участию в акции приглашались и представители местной власти. Однако никто из них на мероприятии так и не появился. Кажется, Летний театр совсем недавно был местом одного из самых массовых за последнее время протестов горожан. Именно здесь, в отстойном летнем, вновь собрались горожане снова на акцию протеста. На сей раз несколько десятков одесситов митинговали против повышения цен на маршрутные автобусы и прямо пропорциональному повышению падения качества этой услуги, предоставляемой перевозчикам. Текущие крыши, отваливающиеся на ходу детали, хамство со стороны водителей. К людям относятся как к скоту. Собственно, акция так и называлась. Скотовозки не для одесситов. Маршрутчики не соблюдают режим, нарушают закон. Ты обращаешься в департамент транспорта, который организатором является перевозок пассажирских. Но департамент транспорта занимается только отписками. То есть нет, по сути, абсолютно никакого контроля. Поэтому мы хотим, чтобы происходил контроль со стороны и полиции, и Укртрансбеспеки, и департамента транспорта, и общественности по возможности за тем, как производятся общественные перевозки в городе Одессе. Маршрутки переполнены, много в аварийном состоянии, небезопасно даже в них пересуватися. Потом их катастрофически мало на разных маршрутах. И, звичайно, это подвижение цены на проезд, оно незрозумимо и нелогично. Вот именно эта акция предпочитает, чтобы условия отвечали этому подвижению, а чтобы снизили цены на проезд. Собственно, что вам, дорогие граждане, рассказывать? Или не текли на вас дождевые потоки с дырявых маршруточных потолков? Или не проваливался под вами прогнивший маршруточный пол? Или не визжали истошно тормозные колодки? В торе эхо матерящемуся водителю на просьбу все-таки открыть заднюю дверь. Состояние самих маршруток оставляет просто желать лучшего, потому что капающие крыши, это просто уже, если раньше это была какая-то редкость, иногда это можно было встретить, то на сегодняшний день это просто через одну маршрутку. Постоянно что-то на тебя капает. Отваливается что-то. Я недавно ехал так, в маршрутку зашла молодая девушка и села на это самое главное место, где оно капает. И оно на нее капало, у нее аж душ потекла. За такой сомнительный сервис нас еще и заставляют платить больше. Один из участников акции Михаил Кузакон считает, что цена на проезд 7 гривен, мягко говоря, сильно преувеличена. Стоимость перевозок у нас, маршрутных перевозок, так называемых, самый высокий в Украине на сегодняшний день. Беспрецедентно высокий. Качество этих услуг, наверное, действительно все прекрасно чувствуют на себе. То есть оно беспрецедентно низкое. Недавно было опубликовано экспертное исследование, только вот буквально на днях опубликовали, причем неангажированное, неангажированное с моей точки зрения. И там подводится экономическое обоснование, что реальная цена на маршрутные перевозки на сегодняшний день в Одессе должна быть не более 3 гривен. То есть из этого можно вывод сделать, что коррупционная составляющая более половины. К участию в мероприятии приглашались и чиновники, начиная от профильного зама и директора транспортного департамента, заканчивая даже руководителем правоохранительной структуры. Как водится, никто не пришел. Наверное, маршрутки не дождались. Начальник областного управления полиции Головин, заместитель городского головы Котлер, директор департамента транспорта Илько. То есть это все те, которые имеют посредственное, либо опосредованное отношение к тому, что происходит на общественном транспорте. Начиная от недостаточного обеспечения безопасности этих перевозок, когда маршрутки просто загораются, либо у них отваливаются колеса, либо течет сверху на голову пассажирам. Но чтобы власть все-таки имела возможность услышать жителей города, присутствующими были собраны подписи под обращением к руководству города. Тогда же и было принято решение прийти под стены мэрии 16 февраля, как известно, именно на пятницу анонсирована очередная сессия городского совета.